о ништяк не исчезли и его всем привет с вами на с вами батли час с найт фар и мы продолжаем защищать острововчик а чего такие сильные 400 и как-то мало способность давать че не давай у него же на витку дает шанс нанести шестьсот прозащий магического рода да офигеть это что за лад они также сильно 1000 обалдеть 400 было теперь 200 нормально так уменьшается давали чего не 1000 конечно но тоже не к минус один да 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 всех вы нормально надо больше ему надо больше крита этого и клонения это крит от лечения все просто болеют ни один не сработал серьезно тысячи слушайте это много да еще просто хилит им без разницы нападает на него не нападает этот сам повред что я вторая партия продавать кто там это грязь зубы она этого же ну давай бомбы держи а это я использовал нет? на! прости вообще все приемы труп три 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 тысячи вы не зря тысячи я же подавился это что ж так много то? вы это осторожней так говорите мне чуть сердце не остановилось ладно что у нас сверху есть? опасный враг ну давайте разберемся с ним паучок то ладно а вот этот вот гад вот этот на выбери хорошо здесь получаем урон на один процент за уровень на 23 процента? да ладно масло штука ну один бой то не так страшно таак давай под рином жахнем его так давай под рином жахнем его уби бей суши да ладно он не умер айяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяя в 700 он нормальный таки роботы довольно больно бьют 5 боев давать чащую бомбу смысле это не снимается чечением я не понял я же использовал чащую бомбу я не успел очистить так телепорт надо активировать он не горит идти вот сюда но мне вот здесь еще заколочки есть вот эти два места я хотел их зашарить да потом кайф с ними излишне жестокость я знаю какой чувак знакомых так есть пещера и есть склеп давайте зайдем сначала склеп войти в руины форта камень это прям моя группа моя группа никаких не старичков не бровичков никого сундук который открывается неизвестно как разберемся как он открывается от нас ничего не будет скрыто что это такое шестерня лежит поверх записки на обрывке кожи записка гласит вот засада если ты это читаешь то ты нашел шестерню которую я так старался спрятать так какой ты умный но горе мне горе это явно подстава почему такая наглая подстава даже не знаю похоже в конструкцию этой машины отсутствует одна небольшая шестерня судя по посадочному месту она должна иметь странную форму в панели управления приклад записку здорово брали как ты любишь говорить ключ карьерном роста регулярно теряет несколько крайне важных деталей м а марк марикан будет в восторге да эта штука найдется счастлива оставаться неудачники ах ты не та шестерня похоже не та шестерня нужно найти еще шестерню это стать в честь ага нужно найти шестерню чтобы получить вот этот замочек молки почему не снимается чё за нельзя отменить да ладно куда есть проход к что было у меня плохое предчувствие полностью солидарен я думаю нам не следует приближаться на той стороне баррикад же тогда огромное и оно чувствует наше присутствие мммм в этом месте странная энергия откуда же оно ни знакомо это голем которого убить надо критые оооо древний колем альфа чёрт с таким урон данный спец помню ёж твои ты огромный какой дебафы кинуть или нет давайте кинем в атаку я даже не знаю сколько он нанесёт и кому нанесёт нужно быть готовым а то величь всем крик учить несколько ходов на это нам пригодится персерк готовка к чему-то страшному и кого чего это все слушай я думал больнее будет это отменить нельзя это у вас и вот и нет великого голема который нас язично энерго ядро альфа ну я думал бой будет посерьезней так а поел взяли рыбные котлеты господи такая лажа не знаю люди которые их изобрели явно хотели всех развести на нашел шестерню ну взяли на пробу чё поделать не выкидывать обломайся о но этому как вызовут а забыла все время гаррисона вот так энергетичность минус а это плохо ну что энергетичность это очень крутая вещь очень пока я не готов менять броню возможно в будущем или на чем более крутое пусть там энергетичность она прям супер то здесь я теряю больше так теперь зайдем сюда с разницей а вот эти гады и это снять то нельзя на отхилит солнце отхилит все эти жизни как делать так сорт мимо 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 нет, давай подождем а давай вылечим увеличивает весь получаем урон на 1% враги вообще опасные нокаут так увеличит весь проклятие после смерти передает герой нанесенному удар обидно обидное проклятие честно так а здесь кто сидит черепок на входе явно не очень дружелюбное че там следуйте зону похоже эту записку в судовом журнале оставили корабельный клирик когда надежды уже не осталось мы наконец увидели землю крошечный утес выглянул за горизонтом мы чуть не прошли мимо но кто-то на матче заметил его мы причалили к берегу и сразу отправились на охоту нам удалось добыть кабана и собрать немного ананаса у матросов перестали гнить зубы кто-то из команды гуляя по пляжу набрел на огромный сундук мы заточили его на борт но открыть не смогли конец размокшей странице оборвать чуть-чуть какая-то песня какая-то бухта и чуть так вот еще часть песни так мы в море уже много месяцев за последние несколько недель я не видел ничего кроме огромного пустого неба ночами очень темно и только при свете луны можно убедиться что мы действительно в океане люди заболевают зубы гниют ногти покрываются плесенью некоторые совсем худо дальше будет только хуже билл сказал что как только мы увидим землю нужно срочно запастись свежей пищей ага без лунной ночи до меня донесся крик я вышел из кают и услышал как кто-то прыгнул за борт мы искали его но нашли только кусок ноги в воде билл знает что какое что кое-кто из команды замышляет бунт почему-то дела пошли лучше мы были в паре недель пути от острова и билл сказал что лучше не спешить и решить проблему на берегу пару ночей спустя снова развался крик месяц только народился поэтому я почти ничего не раздел но услышал два всплеска пропало двое в том числе предполагаемый зачинщик бунта теперь все шепчутся за спиной у билла остров уже виден до него не больше пары дней хотя сложно сказать наверняка люди продолжают исчезать теперь уже не по ночам а прямо при свете дня и никто ничего не видел ну хоть в каюте компания стала просторнее нервы у всех на пределе наш улов стал больше чем раньше к тому же теперь его нужно делить на меньшее количество частей мы найдем лучшего слесаря откроем этот сундук так билл говорит я сплюсь пистолетом под подушкой если так можно назвать сном я слышу выстрелы и крики похоже мы наконец выясним кто это был спасибо одному блин не прочитал облаго риса не дать можно уйти туда в бог да далеко не уйдешь понятно какой-то залив что в нем делать непонятно есть корабль и какой то вот призыв кого то вы видите стучать по клавишам сыграть песню баллада тан баллада о танце на рей баллада о танце на рей припев используя найден нот и выиграть фрагмент песни а нет а если сыграть не припев по вступлением как интересно то есть можно найти все ноты и что-то сыграть мяч воины карта сокровищ и водоворот что-то хорошее началось ах ты шобака ладно бисквит абонент это ладно о так но это может дать без облома этому обалдеть просто пятьсот двадцать нет не стоит сто сто но выносливость меньше да ему только физзащиту меньше конечно конечно это гарри сунта подходит кольцо сила атаки на проборность кельт удар теряет она нет как сложно пока так оставим но больше у меня нету никаких нот надо не забыть что если вдруг еще что-то есть я чувствую если мы сыграем несколько нот но всю песню мы вызовем босса кого-то ну возможно я ошибаюсь а возможно нет возможно где-то уже про фокал ноту ну да ладно ну если найдем будем знать что сюда так остается последняя точка это вот этот закулыч который так понимаю будем штурмовать три раза потому что бестиарь и так сказал а уже почти всех открыть какой-то джек а убедитесь бастиона опыта опыта очень больше ну ладно что мне то что самое крутое додумаешь смотри-ка на на тебе будет неприятно а может даже больно ты можешь уплывать слышишь ты чё такой дикий крит крит ну крит мы ему еще как-нибудь увеличим помри ну мяч прикол да три захода будет ну ладно будем качаться разбираться фармить подземелья возможно поведите они каждый раз немножко по-разному генерятся и возможно открывать какие-то дополнительные комнаты свойства книжечки прочую лажу одного раза его пройти по-любому мало будет причем враги уже довольно сильные поэтому надо бы их сошарить по возможности убивать так стойте а чё нам еще дает бестиаре там слизник у нас есть да только опыт да дает увеличивает силу ну блин здесь надо много набить если врагов будет не хватать ну сейчас посмотрим как мы ее закончим шарить эту местность сколько у нас будет и примерно прикинем сколько мы получим в общем у нас было десять к концу захода прикинем сколько было возможно придется еще бегать по острову и избивать тех кто спамнится после каждого захода потому что после каждого захода такое ощущение проходит ночь а аж провисло что-то и и и и и и и и бастиону чтобы ускорить обряд мы сможем добраться до него лишь найдя и уничтожив их все если поспешим то успеем убить его и не позволим осквернителю прорваться в наш мир а если не успеем все станет несколько сложнее остановить ритуал призыва то есть я мог пойти налево а могу пойти направо я могу напасть на тебя текущих ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй да ладно не может быть снято холмы были будто покрыты зеленым ковром украшены золотым золотыми искрами солнца в каплях росы люди которые смотрели на них знали что этот пейзаж может стать их последним воспоминанием о мирных временах одни выглядели встревожены другие напуганные третьи покорными своей судьбе казалось для начала наступления хватит лишь дуновение ветра но не не время ни силы природы не смогли взглянуть их с места раньше срока облизилась последняя схватка с неизвестность мне нужно найти три бастиона будет прикольно если можно было так сделать запутать все опять этот гад который проклятина насылает мне вниз же не надо но опять все эти ловушки а а это же просто что это нога и она типа нажать на одну ладно по факелам мышка иди сюда черт слизняки о может очень запихать может быть мечом чёрта времени так много и а чё трое то вас печаль да ладно я теперь за каждого убитого я буду получать проклятие и снять нельзя ешь твое за нога прыгай ну это даже помер а давай дождик дадим ну ладно давай А, наверное, за уровень, это уровень, который да проклятся. Блин, я вот не знаю, сюда ложить, но не факт, что я его найду. А давайте вот этот грамморез положим. Нет, отмены. Господи. Если не най... Ну, если, в смысле, нужно сохраняться. Себя бей! Себя бей! Пошел вон! Пошел вон! Пошел вон! Поворот увеличен. Не надо. Эм, да ладно. И че теперь? Пойнай! На! На! Полторы тысячи жизни, а вон ты! Ну, мне, к сожалению, на это наплевать, если ты это правильно понял. Отравить кого-то? Ну, двойное отравление всего лишь. Ты же понимаешь, что мне твоё отравление вообще ни к селу, ни города. Ну, в смысле, мне на него вообще всё равно. Че, ж ты не помираешь сегодня-карь? Нужно было следить за защитой. Так, бронька магу. Ну ладно. Ничего нету. Жалко. Ну, слушай, сейчас локация-то большая, и у всех вот эта пассивная фигня. Баргус объяснил, что Вирус на какое-то время исчез, чтобы вновь появиться с немыслимыми силами, но подобности не давался. Подробности он вышел за ворота, чтобы встретить наших незваных и хорошо окопавшихся гостей. Меч его тут же спутал ярким пламем. Земля разверглась, и из неё полезли существа из камня и огня, сметая ошеломлённых осаждающих. Те, кто не погиб сразу, поспешно сбежали. Холмы по камням и грязи пощикало глубиной, а пощикало-то глубиной огненные демоны гнались до ним по видам. Осада, продлившийся почти год, закончилась быстрее, чем за час. Баргус вернулся, как только он шагнул на порог в замок. Демонические создания обратились в Пепел. В этот миг бастион изменился навсегда. По сей день мы продолжаем нести вахту в неприступной крепости под командованием Баргус. Ага. Давай сразимся, чё ж. А, у этого нет проклятия. Та-есть, чем больше я убью, тем больше будет уровень проклятия. Не надо. А, ну, ты сам выброс. И после вот этих трех я пойду опять на арену. Я уверен, там меня ждут. В плане, что там нужен был 25 уровень. Я думаю, 25-й подыт. Привет. Ну, кто убьет, тот убьет, чё сделаю. Да. Быстрее удар. Не-не-не. Не надо. Ну, это ладно. Это всего лишь проклятие. Оказавшись отрезанными от внешнего мира, мы не знали, что происходит на острове. В какой-то момент пришло тревожное сообщение. Остров осаждён со всех сторон. И никакой надежды нет. И тем не менее... Секунду. А, нормально. Мы держались ещё целый год, сражаясь лишь потому, что ничего другого нам не оставалось. В крепости царили голод, болезни и безумие. В последний день, когда мы уже были готовы отворить врата врагу, сдаться из ниоткуда в самом центре крепости, в два раза сиял ослепительный свет, и появилось призрачное окно, потрескивающее электричество. Сквозь него был виден невероятный заснеженный ландшафт. А затем мы увидели силуэт могучего воина. Первым появился его окованные железные... Окованные железные сапоги, сряхнувшие снег на грязную землю пустоши. Зам последовало всё остальное, после чего окно немедленно захлопнулось. Мы стояли, затаив дыхание, а великан внимательно нас оглядывал. Так появился генерал Барбус. Секрет же, да? Дожать. Я же говорю секрет. После битвы за длинный берег, Верус велел укрепить бастион, осознавая, что противник попытается использовать слабости оборонительных сооружений. Крепость росла за основу, была взята конструкция северной железной заставы. Десять лет успешно дававший отбор западным захвачкам. Строительство, однако, одно, а вот обеспечить бастион полноценным гарнизоном, совсем другое. Когда враг снова пришёл, новый замок располагал лишь минимальными силами. В отличие от предшествующей битвы, в этот раз у нас не было ни времени, ни ресурсов, чтобы отразить атаку с моря. Корабли не пристали к длинному берегу, и войска окружали бастион. Началась первая великая осада крепости на острове полумесяц. Игорь наконец-то достроил мой тайный кабинет. Теперь я могу заняться исследователем, если не бояться, что меня потревожит. Никто не знает, где я, кроме Игоря. Что же с ним делать? Он не отшельник, но вряд ли его кто-то хватит сам. То есть опять хотели убить всех свидетелей. Я думал, он тебя забрал. Так и ладно. Ага, больше никуда не было, всё с хоманом. Ну, пойдём. О, старые друзья, давно я вас не бил. Блин, тоже. А, нет, это шанс нанести продачу магического урона. Шанс это хорошо, когда он у тебя есть. Добьёшь или не добьешься? Давай не буду рисковать. На, не умрёт за македом. Хе-хе-хе. Фу, как красиво. Разлетается, мне приносят. Привет, э! Не ожидал, тёмный. Чё у тебя? Тоже. Тут все какие-то... О, всё спало, ништяк. А, надо. Сразу все с ним. Интересно. А, он труп. Слишком легко, да? Блин, в этой игре так время летит. Что очень обидно. Ах, ладно. Давайте зашарим её уже потом в следующий раз. Всем хорошего настроения. Всем до следующей серии. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok